всем привет из одессы сегодня у нас 10 августа 2024 год мы приехали на лонжерон сегодня с самого утра знаете вышло только что с такси вообще с такси сейчас конечно проблема вызвать их просто нереально если вызываю что цена у такси очень-очень велика может быть и 400 и 500 гривен и в общем мы вышли сейчас такси и здесь чувствуется запах гарри у нас нету такого запаха не было а здесь прям явно чувствуется здесь кстати продают круги если вдруг вы забыли люди уже идут к морю как раз покажу вам дельфинари кстати огромное всем спасибо кто написал еве с днем рождения да и вот скажи всем спасибо стой 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 не беги никаких дизлайков вы видите в общем да спасибо огромное мы очень 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 много читали ваших комментариев вчера уже не выходили день рождения прошло на ура воздушной тревоги не было это уже удача потому что знаете не хотела бы не хотелось бы что была воздушная тревога и испортила праздник в общем все было отлично вчера я уже не выходила ролик не снимала никакой потому что отдыхала все равно знаете эмоционально когда отмечаешь за все переживаешь за всех чтоб никто не идея не поранился не ударился ничего никто не сломал поэтому вчера уже я отдыхала от съемок а сегодня загружу вам видео дельфинария кстати нас уже новым ева подожди там машины его нас уже пугают новым вирусом сюда его сюда новым вирусом холодной осенью отключением света с осени в общем уже столько пугалок что если честно у меня какой-то вырабатывается барьер к этому всему просто уже ничего не хочется ни в какие пугалки не хочется видеть и вот эти вот все нагнетающие новости нагнетающие блогеры тоже которые там это все передают еще больше нагнетают поэтому я это все не смотрю и вам не рекомендую потому что ну можно просто с ума сойти ты утром просыпаешься и читаешь просто что-то постоянно нагнетающие вирусы ядерная война это еще и пятое десятки так что мы куда-то вышли не туда какие здесь чаечки поставили для фотосессий все не боялась вот такая лая держи дельфина Субтитры делал DimaTorzok Смотри на меня поближе к дельфинчику, ближе, ближе, малыш Обними дельфина, малышка, пожалуйста, обними дельфина Отлично, смотри на меня Отпускай Это Еве на день рождения подарили денежку Я ей заказала гимнастический рюкзак для гимнастики Такой вот расцветки, которую она захотела Красивой Там есть для мяча Повернись, пожалуйста Тут есть для мяча такой отдел И сам рюкзак такой большой Все поместится И ручки очень удобные, широкие Всем привет из Одессы Сегодня уже 11 августа 2024 год Я соединю два видео со вчерашнего дня и сегодняшнего дня Вчера пошел очень сильный дождь Где-то в 4 часа, но не везде Такое часто бывает в Одессе Что в одном районе может вообще затопить В другом районе и капли не упадет Вот вчера была такая же ситуация У нас на Таирово было сухо А там ливанул дождь Просто такой, знаете, очень сильный Но теплый Без ветра Ровный, теплый дождь Классный И мы были в этот момент В дельфинарии Немо в бассейне И многие люди купались Никакой грозы не было Грома не было Слава Богу Просто был теплый, ровный дождь Ну очень-очень сильный Поэтому половина Одессы, можно сказать Так, было в дожде А половина была вообще сухо Ну и после того, как этот дождь прошел Вышло солнце И началась такая парилка Что вообще нечем было дышать Очень быстро все просохло И опять солнышко Опять как будто дождя и не было Вот Мы вчера были на день рождения Нас пригласили И в дельфинарии Немо И Еве посчастливилось вчера Проплыть целый круг с дельфином Она, конечно, получила море удовольствия Ей снился этот дельфин сегодня Она мне вчера говорит Я хочу завести, говорит, дельфина Чтобы у меня дома был дельфин Я говорю, ну это невозможно Вот И, конечно, массу впечатлений она получила Плюс еще делали такую профессиональную фотографию Большую Формата А4 Огромнейшую Ну, в общем, ей очень понравился этот дельфин И она проплыла Говорит, он такой, как Как же она сказала Он такой, как Резиновый Говорит на ощупь Он резиновый И, говорит, всегда улыбается Дельфинчики Вот Огромное хочу еще всем спасибо сказать За поздравления Я попыталась каждому ответить Каждому поставить сердечко Что я прочитала До сих пор люди пишут, пишут и пишут Потому что это, получается, последнее видео с Еваного дня рождения Я не выходила в эфир уже три дня Потому что 9 числа мы отдыхали после ее дня рождения Потом 10 вчера мы тоже были на день рождения И сегодня я уже, думаю, соединю эти видео и выпущу один ролик Потому что многие зрители, которые смотрят меня постоянно Они знают, что я каждый день снимаю видео По крайней мере пытаюсь И когда меня нет в Ютубе Хотя бы там 2 дня или день люди начинают переживать Поэтому, кстати, кто не подписан Можете подписаться на мой телеграм-канал Ссылочку я оставлю в описании под видео Или в комментариях под этим видео И там, если вдруг меня нет в Ютубе Можете перейти на телеграм-канал и посмотреть Там я обязательно хотя бы раз в день Что-то выкладываю Что с нами все хорошо В общем, чтоб не переживали Вот И что еще хочу сказать по поводу запахов Никаких запахов Никаких сейчас я запахов не слышу Вчера утром у нас было нормально Не было никакого запаха Как мы приехали на лонжерон С самого утра я почувствовала запах гари Эти запахи чувствуют не все люди Почему-то, я не знаю почему Но и привыкаешь То есть ты можешь просто не обратить внимания Если так прям принюхаться То было слышно, чувствовался Было слышно, я всегда говорю, было слышно Чувствовался этот запах гари Но потом буквально проходит 10 минут 5-10 минут Все, ты уже привыкаешь И ты уже ничего не чувствуешь Но было такое Вот именно там в стороне лонжерона Вчера я чувствовала И мне, кстати, вчера Или позавчера Написал человеку Очень большой комментарий Что тоже чувствуют запахи Что каждый год в Одессе были запахи Каждый год говорили о том Что это там камыш горел Вот гари Ну, он говорит Написал человек Я уже не могу найти комментарий Но он есть Под позавчерашним видео О том, что тоже чувствует этот запах И что прям задыхается В общем, вот так вот написали Ну, по крайней мере, последнее время Я пока не чувствую этих запахов Именно у нас здесь Море как было холодное Так и есть Хотя очень жарко на улице Но температура воды в море Я так понимаю Что уже море не прогреется Как оно было раньше То есть пришел такой холодный какой-то Холодная вода стала Течение какое-то холодное Я не знаю, что случилось Но море сейчас реально холодное Многие люди, которые вот Выпал отпуск сейчас на этот промежуток Они, конечно, немножко в шоке Потому что привезли детей Чтобы дети немножко покупались Оздоровились Но вода очень холодная, ледяная Несмотря на то, что, конечно Некоторые купаются Потому что тебе жарко И ты все равно хочешь окунуться И тебе приходится в ледяную воду окунаться Скажем так Хотя кто-то напишет Что это не ледяная вода 20 градусов, 18 Это не ледяная вода Ну, кому как В основном В основной массе людей Это холодная вода Конечно, есть люди Которые прям любят такую воду Которые прям охлаждаются В такой воде Но В основном Это плохо Когда такая холодная вода Особенно люди, которые не привыкшие Конечно, можно и заболеть И простудиться Вот Вот так вот Все рассказала Надеюсь, что больше не буду пропадать Так надолго Потому что завтра понедельник Уже начинаются будни Всем мира Всем добра Спасибо, что посмотрели это видео до конца Не забудьте, пожалуйста Поставить лайк этому видео Написать добрый комментарий В поддержку канала И подписаться на канал Если вы еще не подписаны Чтобы быть в курсе Реально происходящего в Одессе Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok